Непредсказуемый финал лыжных гонок. В Мастарте коньковым ходом золотую медаль выиграл 22-летний японец Наато Баба. Азиатский атлет лидировал на протяжении всей гонки, обгоняя своих соперников на считанные секунды, а на последних километрах пошел в серьезный отрыв. В итоге Баба преодолел 30-километровую дистанцию за 1 час, 10 минут, 20,9 секунды. Те, кто внимательно следит за мировыми соревнованиями в лыжных гонках, знают, что ранее Баба уже успел зарекомендовать себя в качестве серьезного конкурента. На последнем молодежном чемпионате мира он стал пятым на классической 30-ке вслед за четверкой россиян. Изначально у меня была стратегия вырваться вперед и не допускать соперников ближе к себе. Я старался использовать свою скорость, чтобы постоянно быть впереди. Медаль, которую я сегодня выиграл, очень значима для меня. Она будет храниться в школе, где я учился. Ближайшими соперниками японца были российские лыжники. В итоге бронзу Мастарта взял Илья Прошкин. Серебро у красноярца Кирилла Келевнюка. Он отстал от лидера всего лишь на 30,8 секунды. Уже на финише наш спортсмен признался, что первые круги казались ему легкими, но ближе к завершению трассы бороться за победу становилось все сложнее. Несмотря на то, что в последнем старте россияне упустили золото в лыжных гонках, универсиады наша сборная – абсолютный триумфатор. 9 золотых, 8 серебряных и 8 бронзовых медалей. На самом деле, кто ехал первым, это было невыгодно, потому что весь ветер он принимал на себя, и сзади идущим было намного легче идти. Старались работать именно слаженно всеми россиянами, чтобы заехать все три места занятия россиянами, но вот это не получилось у нас, к сожалению. Второго ноута очень сильный соперник. Субтитры создавал DimaTorzok